чтобы пойти в поход к ущелью рекчат нам нужно добраться с поляны чигет до села имбрус расстояние 11 с половиной километров пешком далековато на машине минут 15-20 и кстати такси всегда с легкостью можно взять на поляне чигет важно также сказать что не в картах яндекса не в карту гугла не в приложении maps.me нет никакого упоминания об ущелье и рекчат поэтому ориентируйтесь на село эльбрус именно его забивайте в навигаторе следуйте по улице эльбрусская поворачивайте налево заезжайте в село эльбрус и если вам необходимо припарковать и оставить на ночь свое авто как например в нашем случае вы можете сделать это вот здесь напротив этого дома наша группа собирается последние минуты приготовления ну как ты настроена предвкушение на путешествие погодка выше было везде как сейчас да ты даже вот эти облачка бы уже куда-нибудь их стороночку оставив машину дальше идем по грунтовке мимо домов заблудиться невозможно пересекаем речку ирик через маленький мостик и вот здесь вот информационное табло дядечка возьмет 150 рублей за то что мы в национальном парке и дальше крутой подъем вверх что следует упомянуть мы увидим табличку что мол вы идете на песчаные замки можно подумать что за песчаные замки мы вроде бы в ущелье рекчат это несколько таких песчаных скал почему не обозначен на яндексе да мы до них разумеется дойдем и по сути это первый этап всего нашего путешествия в ущелье рекчат давайте посмотрим расстояние согласно яндекс картам 1 32 километра показывает вам потребуется 16 минут но разумеется время потребуется больше потому что достаточно серьезный подъем а вот кстати те самые песчаные замки дениса я сфотографировал на их фоне в общем мимо песчаных замков вы не пройдете давайте посмотрим как начинается наш путь и вот первые 200-300 метров вот здесь вот вот до сих пор очень крутой подъем и кажется неужели так дальше будет нет а вот дальше как раз идем на расслабоне потому что ровная приятная дорога мы идем общаемся красивые виды по всем сторонам открывается нашему взору идем наслаждаемся не спеша где-то около километра приятной дороге а вот здесь вот поворот на источник нарзан так жена ты куда за нарзаном это вот сюда до нарзан жена но пообещает и будешь максимально аккуратно и что с тобой ничего не случится если что кричи идем дальше и еще один крутой подъем набор высоты еще метров 200 наверное тут много разных тропок по одной из них мы пошли помимо той что яндекс проложил здесь конечно вариантов большое количество ну и здесь опять же сложно не останавливается каждый буквально 100 метров не столько чтобы отдохнуть а чтобы осмотреться снять фото видео и насладиться окружающими пейзажами мы идем по полю и ощущаем аромат какой-то знакомый безумно приятный и денис говорит а это чабрец а я чабрец честно говоря ни разу не видел я видел душицу побольше гораздо и цветочки по значит похоже но аромат конечно это чабрец это чабрец мы в долине и рекчат одна из самых роскошных долин в прельбрусья я наташ и наш друг денис нам присоединился большое приключение такое красивое здесь я уже не в силах сдерживать свой восторг поэтому вот разразился такой комплементарной тирадой потому что вижу вокруг тому что предстоит пару слов хотел бы сказать относительно вот этой прогулки до песчаных замков во первых хочу порекомендовать их люди вполне себе хорошей физической формы потому что временами подъем крутость подъема весьма серьезная но и время которые потратили мы где-то около полутора часов вот такая красота как ты со забралась буренка можете травка вкуснее ли чего вот они песчаные замки впереди буквально метров 200-300 нам осталось до конца и общий набор высоты вот этого первого нашего отрезка в полтора километра где-то метров 500 плюс минус нафотографироваться решительно невозможно преодолели последний отрезок вот таким ветвистым путем прошли мимо песчаных гор вот в этом месте устроили привал и конечно же запускаем коптер ну а ну и Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, идем дальше На всем остальном протяжении нашего сегодняшнего пути крутых серьезных подъемов практически больше не будет Наш натуралист, который, видимо, для деток фотографирует Как Денис сейчас скажешь Я вот смотрю тоже, это хороший ландшафтный дизайн Вау О, дочки, я поднимусь Это причем какая-то типа карликовая туя, что ли Смотрите Ой, какие тут ягодки, что ли, у нее Очень интересно Трекинговые палки Это то, без чего абсолютно немыслимые подобные походы в горах Мы следуем тропе И неожиданно перед нами предстает такой вот чистокол из сосен С соответствующим ароматом, разумеется А вот тут внезапно сосновый лес Вот так все меняется Каждые 100 метров что-то новое К этому моменту погода окончательно разгулялась Вышло солнышко Температура воздуха была просто идеальная для подобных походов Давайте проследим наш маршрут Согласно Яндекс.Карте После последнего привала, где мы снимали квадрокоптером Мы подошли к лесу и прошли сквозь него Интересно, какова протяженность этого участка 550 метров О, я думал, что больше Ну, где-то полчаса мы на него потратили Ну, как тебе? Очень здорово У меня главная погода очень радует Да, погода очень роскошная Ну вот мы уже идем вдоль ущелья Ирикчат Речка слева Ирик Пока еще ее не видно, но я попозже сниму А что касается речки Ирикчат Она будет дальше, она впадает в Ирик В месте, кстати, нашей ночевки Молодежь Как на прогулочку Целебруса, небось? Нет Здравствуйте 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 Мы обратили внимание, что все путники улыбаются друг другу Здороваются И у меня появились некоторые мысли по этому поводу А знаете, с чем это связано, мне кажется? Вот такое радушие Вот моя точка зрения А нет, смотрите Вот то, чем мы сейчас занимаемся Это некая общность Мы в одном информационном увлекательном пространстве Мы все походники Мы все в какой-то степени немножко экстремалы И нам нужно Да, условно держаться вместе Все мы Условно, здесь широко Одна семья Мы все единомышленники Очередной участок Сосновым лесом На данный момент мы В пути уже около двух с половиной часов Идем максимально расслабленно Общаемся Делаем передышки Никуда не спешим Потому что еще целый день впереди Ну и мы пока не знаем Куда мы придем Где мы будем ночевать Кстати, вот она Горная река Ирик Теперь мы будем двигаться вдоль нее Согласно Википедии Ее протяженность 13 километров Начало она свое берет От ледника Ирик Чад Высоко в горах И впадает в реку Баксан В районе села Эльбрус Откуда мы как раз и стартовали У меня даже широкий угол Он все не вмещает Всю эту роскошь В какой-то момент Мне захотелось включить камеру И прямо так вот пройтись Метров 100-200 Чтобы в прямом эфире Запечатлеть всю красоту Которая открывалась Перед нашими взорами Ну и чтобы не было Утомительно потом смотреть Я на монтаже ускорил видео Здравствуйте! Иногда нам приходится Преодолевать вот такие Горные ручьи Которые впадают В речку Ирик Местами короткие Но очень крутые подъемы Как например вот здесь Смотри, ребят, тяжело Но есть местами такое Согласен Попаивают с рабочего подъема Это пока еще разминочный Еще один участок на нашем пути Который мне захотелось запечатлеть Глазами путника Скажем так Здесь большое количество деревьев Лежащих на земле То ли поваленных ветром То ли попиленных Непонятно вообще Происхождение этой картины Но в целом Основная прелесть Здесь в камнях Разного размера Разной формы Причем здесь все очень огромные Поменьше Да, и все в таких кустарниках И конечно вот Задний фон Величественный Который открывается Горы Солнце Небольшие облака Пока легкий ветерок Мы еще не подозреваем Во что это может и выльется Но в целом Пока что погода Великолепная Ну вот я на Перискупе Вон он Вон он Красавчик на дороге Поближе Ой-ой-ой Какой Суслик Класс Не знаю Успел ли я снять А вот они норки Видимо Суслик Да, на определенном интервале Метров на 200-300 Все кругом В сусликовых Вот этих норках И сами суслики Бегают Порой даже Позируют Тебе ты их снимаешь Фотографируешь И причем Весьма любопытно Они издают Такие специфические Звуки Высокочастотные Которые Ну сложно Мне сейчас изобразить Причем сначала Мы думали Что это Птицы И не сразу Поняли Что это суслики А вот эти колючки Которые по бокам От дороги Растут Называется Тещин стул Нам очень понравилось Это название Ну причем Мы не знали А это нам подсказала Одна из туристок Которая проходила мимо Не могу перестать снимать Потому что Только Нажму на кнопку Паузу Беру стадикам В рюкзак Вижу Следующую локацию Мне кажется Что если Я вот эту локацию Сейчас не сниму Ну просто Я Много в жизни потеряю Просто На первый час Ну как это не снять А? На данный момент Время 3 часа дня То есть В пути мы Где-то около 4 часов Еще любопытно Отметить Что у нас Не было Какой-то конкретной Точки назначения То есть По сути Мы шли в никуда Когда мы вышли На дистанцию То есть Решили Что вот Когда мы захотим Когда Решим Что именно здесь Мы разобьем лагерь Мы это и сделаем Но приблизительный Ориентир у нас Появился Когда одному Из спутников Который шел нам На встречу Мы задали вопрос Как бы так вот Во время небольшого разговора А не подскажете Где там можно Переночевать Где разбить палатку И он нам сказал Что вот Увидите Красивый водопад Держитесь правее На гору И вот там Место живописное Ну и собственно Мы как бы так вот Лениво Держали в голове Этот ориентир И к нему Шли Ну и что нам показывают Яндекс карты Расстояние От того места Где мы вышли Соснового бора До вот этой точки Где мы решили Сделать привал Около трех километров И говорят Тридцать пять минут Нет Ну конечно Гораздо дольше мы шли Вот так выглядит На Яндекс картах Этот лесной островок Где мы решили Присесть Отдохнуть Немножко Перекусить И наметить Наши дальнейшие планы Хочу снять Пока не скрылся Тот дядя Ну как дядя Ну у меня наверное ровесник Он уходит от нас Вот вон он Значит у него Рюкзак Тридцать семь килограмм Это инструктор Он ведет двух Своих подопечных На Эльбрус Он несет палатку Вообще Несет все снаряжение И он от них Оторвался Очень надолго Причем Где они Непонятно Они уже давно Отстали Мы за ними немножко Наблюдаем И придем Плюс-минус параллельно Вот Но забавно Как забавно Тридцать семь килограмм По горам И он идет Как бы Ни в чем не бывало И Я думаю Хороший вариант Кстати Когда мы пойдем На Эльбрус Надо будет с ним связаться Дать ему все палатки А самим чилить Идти снимать Там Да Расслабляться А вот инструктор Пусть он себе все Несет В общем Очередное Роскошное Место Где мы решили Насколько перекусить Не перекусить А даже Ну да Перекусить Перевести дух Съесть по бананчику Яблочко И пойти дальше Я думаю Уже даже На видео Заметно Что погода Изменилась Солнце ушло Тучи сгустились Стал накрапывать Дождь Ну то есть Такие Намеки погодные Не самые благоприятные Но куда деваться Мы в походе Мы пошли дальше Недалеко ушли То есть Буквально метров 200 Отошли От этого Местечка Нашего Последнего привала Дождь усилился И тут мы заметили Справа Да это же Тот самый водопад Про который нам говорил Один из туристов Наш ориентир И именно здесь Нам надо Держаться Правее в гору Ну какой в гору Дождь стал совсем сильный Мы кстати Обнаружили Нечто подобие Привала Такой домик Деревянный Утепленный Куда мы Зашли Немножко погреться Потому что мы Успели замерзнуть И вымокнуть К этому моменту Ну и начали Принимать решение Что делать И так как Никакой надежды Не был на то Что дождь Скоро закончится Вот в этом месте Мы решили Разбивать лагерь Ставить палатку И уже в начале Пятого часа Мы пустили корни И мы Расположились У водопады Потому что Дождь Дождь идет Не прекращается И есть Вероятность Что он не прекратится Сегодня вообще Поэтому вот Нам ничего не оставалось Как по-быстрому Разложиться Разместиться Ну а дальше Все это поставили Решили Наверное Все-таки Втроем В палатке Дениса А свою Использовать В качестве Технического Помещения Для того Чтобы положить Там рюкзаки Вот что значит Погода В Прельбрусье И это Какое-то нечто Уникальное Причем Мы уже Не видим Водопада Мы практически Не видим Гор С которой Водопад Мы не видим На другой стороне Гор Кстати вершина Видна Так интересно Вот где мы Еще такое Могли бы увидеть Я точно Нигде Но я имею в виду В Подмосковье Да туман Да мало что видно Но погода Не всегда будет Такая Правильно Когда-нибудь Она Должна нормализоваться И даже Если не нормализуется Нам втроем Очень душевно Тепло Уютно И И еще У нас есть Чуть-чуть Конечка Солнце Пытается Пробиться Сквозь тучи У него Это с трудом Получается Но тем не менее Вообще Что происходит Вот сейчас Можно увидеть Какой скоростью Туман Стелется Ну не то Чтобы прям По низу Но тем не менее Вот видно Молоко Сохраняется Вот Буквально 100 метров Дальше не видно Что происходит Ой Путник Ох Путник Куда ж ты И откуда Да Есть еще Люди Но это При Эльбрусе Много желающих Удивительно Я стою Мне жарко Мне жарко Мне хочется Раздеться Загорать Но ветерок Но ветерок Туман А сейчас Солнце может Удивить Время Полседьмого Погода Все время Меняется Вот уже Голубое небо Видно Но по-прежнему Ветерок Дождя Уже нет Солнце Местами Нас балует А вот Если посмотреть Вот туда Ну какая же Красота Торчит Торчит Ну Выглядывает Скажем так Туманец Расходится Красивая гора Перед нами Обнажает Своё величие Солнышко Вот там Последние Лучи Где-то уже Практически Ближе к закату Скоро уже будет Солнышко Садиться Мы хорошо Проводим Время Запускаем Дрон Чтобы Посмотреть На всю Красоту С высоты Птичьего Полёта Ну и Первым делом Конечно Посмотрим На наш Водопад Я должен Заметить Что возможно Конечно Слишком много Я внимания Уделил Погоде Но для меня Это был Искренний Шок Как вообще Такое Возможно Как так Стремительно Может Всё Меняться А в горах Вот так То дождь То солнце Ветер Есть Ветра Нет Туман Причём Такой туман Сквозь Который Вообще Ничего Не видно И вот Через Какое-то Время Всё Просветляется Поэтому Конечно Я не мог Спокойно Пройти Мимо Этого Погодного Чуда Назовём Это так Туман Заслоняет Горные Вершины Вдалеке Поэтому Конечно Картинка Несколько От этого Страдает А вот Кстати То О чем Я говорил Вот Это Передняя Полноводная Река Это Ирик А справа Приток Реки Ирик Чат И как раз Так получилось Что вот Именно В этом Месте Когда Две Речки Сходятся В одну Мы И разбили Свой Лагерь Традиционный Облёт Значит В центре Кадра Нашей Палатки Светло-зелёное Темно-зелёное А вот Подальше Три Объекта Домик С белой Крыши Как раз Тот самый Приют О котором Я говорил Где Мы смогли Его Открыть Немножко Погреться И подумать О дальнейших Наших Планах Затем Домик С бирюзовой Крыши Непонятно Что это Это закрытое Помещение Вроде Говорят Там Корни Для животных И вот Самая Таинственная Конструкция По центру С белыми Такими Металлическими Балками Как будто Бы 3D Модель Какой-то Геометрической Фигуры Для чего Это И что Это И зачем Для нас Осталось Абсолютно Загадкой В левой верхней части кадра можно видеть легкую дымку Это говорит о том, что я поднял дрон над облаками Ну и вот вид сверху на наш лагерь Такая россыпь камней разных форм и размеров Мне кажется, очень красиво все выглядит даже сверху Вечер прошел в душевных беседах У нас было и покушать, и попить чай с чабрецом Где-то ближе к полуночи мы отошли ко сну Предварительно, разумеется, я сделал несколько кадров ночных на длительной выдержке В нашей палатке Ночью температура опускалась практически до нуля Но у нас была теплая одежда Спальники Поэтому вполне себе ночь прошла комфортно Время 6 утра Погода солнечная Безоблачная Но пока что еще солнце в горах То есть еще оно до нас не добралось Я думаю, еще часочек-другой надо подождать Когда нас накроет вот этим ясным жарким светом Вот эта роса высохнет Нам будет тепло, комфортно И мы будем собираться думать, что делать дальше То ли продолжить путь То ли все-таки уже направиться обратно Ой, красота-то какая Ой, красота-то какая Вот это вот, да В нижней части кадра можно увидеть Дениса Который греется на солнышке На самом красивом камне В ближайшей округе А где гора? Ушла к Магомеду Ну вот опять Опять 25 Вроде все так хорошо Начиналось утро А вот вам, пожалуйста Оттуда идет туман Который практически солнышко загородил Надеюсь, этот туман не принесет нам дождя Потому что два дня подряд Это будет вообще прям перебор, да? Нам такое не надо Но в целом погода хорошая Конечно, хотелось бы сейчас солнышко Максимально прогреться, да И просушить свою обувь В остальном-то у нас все нормально А обувь у нас, конечно, сыровата Но в целом все равно хорошо Сейчас чаечек попьем Кстати, кто там за чай отвечает? Я Так, давай Финальная фоточка Пришло время собираться в путь Мы сворачиваем палатки Утрамбовываем рюкзаки Пора продолжать нам свое путешествие дальше Погода разошлась Солнце вышло Надеемся, она не испортится Классно, когда твой лагерь Надалеко от горного источника Мало того, что водопад красив А во-вторых, прям буквально у твоей палатки В 7 метрах Источник Чистейшей Кристальной горной водицы Наш путь лежит через эту гору Непростая задача Но я надеюсь, мы с ней успешно справимся Перед тем, как выйти из лагеря Я вдруг вспомнил, что у меня на смартфоне Установлено приложение Высотомер Я включил и измерил Соответственно, лагерь у нас был на высоте 2379 метров Интересно, до какой высоты мы еще доберемся Начался подъем Первые 30 метров И уже чувствуется, да, Денис? Нам еще предстоит прилично О, жена Как будто ровная поверхность идет Поднимались мы довольно-таки медленно Потому что был очень крутой подъем Но, во-вторых, вот эти виды Которые заставляли нас по каждой 50 метров останавливаться И залипать Это, кстати, интересный момент Вот коровьки Денис предложил Самый, наверное, натуральный говядин Который можно Придумать в этих местах Вот вы из них, стейк Да, мысль хорошая Сразу вопрос А где пастуха? Эй, пастух ты где? Неизвестно Есть ли у них вообще пастуха? Вот в чем вопрос Ну что, как? Как самочувствие, боец? Отлично Ну давай, разведчик наш Вперед Смотри, у него камушки положили Да, камушки интересные Так Еще наш боец Бегу, бегу, бегу Ничего себе Селенок Короче, где-то метров 200 Набор высоты Как самочувствие, Денис? Размит, конечно Размит, честно Окей Я тогда тоже скажу У меня тоже как будто Прогулочка в парке Но нам еще прилично Попробую вот такой вот Репортажик снять Стадикамечка нет Картинка, наверное, немножко трясется Но Интересно вживую Увидеть открывающиеся Вершины Спустя 35 минут Мы Добрались На это Роскошная Плата И, кстати, это Оказалось тем самым местом Куда мы изначально и шли Где мы Согласно рекомендации Вот нашего Вот этого путника И должны были Разбить лагерь Но Дождь Накануне Расставил все по своим местам Мы заночевали под горой И, конечно, когда мы сейчас сюда пришли У нас такое легкое Сожаление Почему Дождь Иначе, конечно, мы бы сюда дошли бы Здесь разбили мы палатку И здесь, конечно, ну просто Какой-то рай Абсолютный Без всякого преувеличения Вот она река Ирикчат Которая стекает с ледника И, кстати, по поводу набора высоты 2647 метров Именно на этой точке мы находимся То есть Около 300 метров Мы набрали На расстоянии Давайте сейчас посмотрим Согласно Яндекс.Картам У нас ушло, наверное, где-то полчаса И расстояние, которое мы прошли 1,25 километров Ну да, мы не 15 минут шли Мы чуть дольше шли Но вот, тем не менее Достаточно все это быстро мы достигли Ну еще немножко осматриваем Все эти красоты Потому что хочется максимально Все это объять Запомнить фото, видео, глаза Память Потому что, разумеется, ничего подобного Лично я в своей жизни еще не видел Ну и, конечно, всякие Эстетские Изобретательные кадры Облеты Ну как без этого? Без этого, разумеется, никак Финальная съемка с коптера После чего мы не спеша Уже отправимся В обратном направлении Давайте посмотрим Без каких-либо моих комментариев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в конце хотелось бы уточнить Какова протяженность всего нашего маршрута От села Эльбрус до конечной точки 6,8 километров Ну и, кстати, на обратном пути Мы практически не делали привалов И у нас ушло не более двух часов В общем, просто потрясающий поход Всем рекомендуем Это безумно прекрасное место Ущелье и рекчат в Прильбрусе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok